Трудные вопросы с библейским порталом Экзегет Трудные вопросы с библейским порталом Экзегет Трудные вопросы с библейским порталом Экзегет Нет ли противоречия? Кто же Господь? Бог любви и мира или мститель за грехи? Как может милосердный Бог одновременно быть мстителем? Два вопроса как будто не связаны Но текст один И поэтому давайте я постараюсь ответить Насколько смогу на тот и на другой Ну, во-первых, я бы сказал, что слово целомудрие Сейчас по-русски используется в основном как Слово обозначающее, ну, скажем так В издержании от сексуальной распущенности Все-таки в более древние времена целомудрие Был более широким понятием Это целомудрие То есть греческое слово суфрусюна Здравомыслие, можно так его перевести Но здравомыслие что-то бытовое А целомудрие что-то такое, скорее, возвышенное То есть это некоторое Ну, вот Понимание всего в целом Правильное понимание, здравое понимание Не только в сексуальной сфере Ну, и почему такое внимание именно в этой сфере? Ну, вы знаете, есть две простых мысли Не знаю, какая из них будет более верна в данном случае Первое, что у фессалоникийцев были особенные проблемы именно с этим Ну, смотрите, он очень хвалит фессалоникийцев в этом послании Это община, которую Павел основал С которым у него свои довольно теплые, близкие отношения Он им говорит много всего хорошего И здесь он не обличает их, но как бы намекает Возможно, это была их проблема Интересно, что он еще использует такой Очень язык, знаете, вот эвфемизмов Вот Описывает все немножечко Прекровенно Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд В святости и чести Что такое свой сосуд? Ну, обычно понимают, как свое тело Правда, это не очень библейская картина мира То есть тело — это такой сосуд, в котором душа Но сосуд нас не очень интересует Упаковка Да, душа — это вот ценная вещь А упаковку мы разорвали, выбросили Зачем нам она? Но сосуд, правда, получше, чем упаковка То, чем мы постоянно пользуемся Но все равно Такое немножечко платоническое понимание Где душа и тело — это, в принципе, две разные вещи Причем ценность их очень различна Все-таки для библейской картины мира Человек, он и телесен, и душевен, духовен одновременно Да Есть понимание такое, что сосуд — это жена Но тогда это немножко такое, знаете, пренебрежительное К женщинам отношение То есть человек — это человек, но у него вот есть горшок Горшок — это жена, да И он ей пользуется Мне тоже это не нравится Есть даже такое понимание, что сосуд — это уж совсем эфемизм Определенной части тела Но мне кажется, это очень грубое понимание Но Павел в любом случае говорит, что здесь Можно соблюдать свою телесность и свою сексуальность, между прочим Он не говорит, что она плоха Но можно соблюдать святости и чести Как интересно Гагиасмос — это, вообще-то, освящение То есть тело может быть священным Интересно Значит, блуд — это то, что нарушает вот эту священность тела И его чтимость А сама по себе она присутствует в человеке По крайней мере, в человеке верующем А почему же это так важно? Наверное, потому что Второй мой ответ — сексуальность — это очень мощная сила Которая человека довольно легко заставляет делать вещи Которые, может быть, он и не собирался И поэтому он предупреждает о самом серьезном противнике О самой серьезной опасности Но бывает, к сожалению, так, что почему-то христианство понимается Как некоторая такая борьба с сексуальностью как таковой Вот самоцельность ее, да, этой борьбы Но самоценность Но это не совсем верно То есть это средство Средство для сохранения вот этой святости и чести Которые здесь упомянуты И которые очень легко могут быть утрачены в блуде Не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, добавляет он То есть как раз Не нельзя сказать, что у язычников нет никакой морали Конечно же, она есть И тот же Павел об этом писал Там закон написан в сердцах В римлянах он это отмечает Но, тем не менее, они гораздо более фривольные Им позволяют себе гораздо больше И поэтому вот эти падения блудные Они очень тесно могут быть связаны с Собственно, отказом от веры в Бога Начиная с истории о царе Соломоне У которого был огромный гарем И он, желая каким-то образом порадовать своих многочисленных жен И наложницы, он сооружал для них языческие святилища Ну и тем самым, в общем-то, сам уклонился в язычество Каким-то определённо ясным образом Но обратите внимание, что здесь вовсе не только про это Вот очень часто людей прям клинит на сексуальность И в том числе, когда они читают Библию Они на эту тему оттуда вытаскивают цитату за цитатой А здесь, сразу после сосуда Чтобы вы ни в чём не поступали с братом своим Противозаконно и корыстолюбиво Корыстолюбие ничуть не лучше Ничуть Значит, берёшь взятки Даже если ты монах-отшельник Всё, то же самое Противозаконно Нарушаешь закон по отношению к своему брату То же самое Ничем не лучше Почему-то вот если бы борцы С всевозможными блудными явлениями Боролись с взяточничеством, коррупцией Неправосудием С той же решительностью Наверное, вот мы бы жили, скажем так, лучше И гораздо больше было бы у нас правопорядка И порядочности в стране Ну, не только в нашей Вот Но это ответ на вопрос про то Почему именно блуд становится такой большой опасностью Как я уже сказал, вероятно Потому что это очень сильная вещь Но Ещё и ещё раз Он не изолирован от остальных И здесь Остальных Всяких пороков И здесь Прямо рядом Беззаконие и корыстолюбие Но Второй вопрос Потому что Господь мститель за всё это Как и прежде мы говорили Вам и свидетельствовали Мститель он или Бог мира Давайте посмотрим, что сказано В греческом языке Потому что Переводы всегда немножечко приблизительны Диоти Эк дикос Кюриус Перепантон Тутон Эк дикос Это не мститель Знаете, это тот, кто Воздаёт Да Воздаятель Это тот, кто Осуществляет правосудие Пристав судебный, если хотите Да Ну Вынесли приговор А ещё надо получить С человека Там штраф, например Или долг Который он должен отдать Вот пристав Тот, кто Осуществляет эту Реализацию судебного приговора И Господь Вот Оказывается тем, кто Это правосудие Восстанавливает В чём противоречие с тем, что Он Бог мира Бог любви и мира Знаете, я не вижу То есть Любовь и мир Они не подразумевают Вседозволенности Не так ли? И, конечно, мы в Писании найдём Очень много Слов о том, что Господь не радуется Погибели грешников О том, что он Долготерпелив Милосерден и так далее Но Сказать, что он Всепрощающий Что он никогда И ни за что Не Накажет Означало бы Отказать ему в праведности Означало бы сказать А Бог — это такая Плюшевая игрушка Мягкая Приятная Милая Сейчас многие взрослые Даже заводят себе Да? Вот это Большая Плюшевая игрушка Которую можно обнять Поплакать Когда плохо Но Плюшевая игрушка Тебя не отругает Не накажет Не восстановит Попранную справедливость И Как раз Одна из важнейших Библейских идеи Она есть в Ветхом завете Она есть в Новом завете Что Богу присущи Два качества Это Милосердие И справедливость Или праведность И эти два качества Во многом Противоположны Ну Они находятся В таком антиномическом Как говорят Богословы Единстве То есть Одновременно И то И другое Да? Праведность Или справедливость Это восстановление Стремление К восстановлению Справедливости В отношениях Между людьми В этом мире Так Чтобы грех Не торжествовал Милосердие Это готовность Простить Но Одно без другого Не действует Точнее сказать Если будет Только Правосудие Только справедливость То Мир сгорит Да? То есть Каждый будет наказан И очень жестоко За все Что он сделал Плохого Если будет Только Милосердие Все прощения Мир опять сгорит Потому что Зло не будет встречать Никаких преград Зло будет всесильным Тогда И неостановимым Вот именно Это сочетание Двух начал Это вещь Которая в Библии Присутствует С самого буквально Начала С рассказанного В потопе Где сначала Насылается потоп А потом Господь Жалеет о том Что он его наслал Там буквально Так сказано Пожалел Передумал Ничего себе Бог меняет Свое мнение Свое решение Но Это просто потому Что У нас часто Не хватает слов Для того Чтобы описать его Он абсолютен Он выше любого Нашего утверждения О нем Любое наше Высказывание О Боге Это лишь попытка Для самих себя Сформулировать Что-то важное Небольшое Ложкой Попытка Вычерпать море Ну Если мы Вычерпываем море Себе там Ведерочка Пластиковая Нам вполне Хватит Ведерочка Наполнить Да А если Мы Думаем Что Все море Влезло Ведерочка Мы Это Древняя Притча Про Богослов Мы Глупцы Мы Не понимаем Как море Отличается От этого Ведерочка По своему Объему Вот Как ни странно Это ведерочки В текстах Да То есть Это Небольшие Частные Высказывания Которые В данном Месте В данном Контексте В связи С теми Вопросами Которые Возникали У людей Важны Актуальны Что есть Возмездие И что Воздаятелем Будет Не строгий Дядя Который Придет И наругает А будет Господь От которого Не укроешься Там Где Человек Ну Скажем Так Испытывает Трудности И переживает Там Можно сказать О возможности Прощения О том Что Господь Оказывается С тобой И очень Много В послании К веселоники Таких мест Мы Взглянули Сейчас Только на Одно Но Мест Где Говорится О милосердии Обо всем Прочем Здесь тоже Очень много Ну И В завершении Я наверное Прочитаю Табзат В своем Собственном Переводе Воля Божья И ваша Святость Состоит В том Чтобы Воздерживаться От всякого Разврата Пусть Каждый Соблюдает Сосуд Своего Тела В святости И чести А не в Похотливой Страсти Словно Язычники Которым Не ведом Бог Пусть Никто Не Переходит Границ И не ищет Себе Выгоды За счет Брата Ведь Господь Покарает За такое Как мы уже Предупреждали Вас Со свидетельствами Бог призвал Нас не к грязи А к святости А значит Кто отвергает Такой призыв Отвергает Не человека А Бога Который Наделяет Нас Своим Святым Духом Вот смотрите Отвергаешь Призыв К святости Отвергаешь Бога Отвергаешь Бога Оказываешься Отрезанным От него И собственно Он мститель Не в смысле Злого дядьки Который с дубиной Бегает за всеми И всех колотит Кто чем Провинился Да А в смысле Том Что возмездие И есть Может быть Это отсеченность От него Человек Его отверг Человек Оказался Вне Его милости И человек Испытал Все что из этого Следует Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok